Добрый день, шановные пане Тапановы, шановные друзья, витаю вас. Мне очень приятно, что мы сегодня находимся в этом же замечательном музее фотографий. Мне кажется, он единственный по всей Украине. И это видно, какой душой все это сделано. И мне приятно, что в этом музее мы открываем фотовыставку. Выставку украинских фотохудожников. Я не люблю фотографов говорить, потому что фотографы у нас где-то воспоминания детства, когда птичка вылетала, а это фотохудожник. И благодаря вот этим фотохудожникам, благодаря Союзу Национального объединения фотохудожников Украины и Харковское отделение, здесь вот Владимир Панева Владимировну Блин, руководитель Харковской секции отделения фотографов, они съездили в Грузию, и они как украинцы увидели Грузию украинским глазом, это очень важно. Грузины по-другому смотрят, а украинцы по-другому. Это очень хорошая выставка у нас была. Мы, кстати, ее открыли. Выставка называется «Здравствуйте, Грузия!» «Гамарджома Сакарцюло». Вот, чтобы вы знали, по-грузински Грузия – это не Грузия, Сакарцюло называется. Сакарцюло и карцюля. Грузины и Грузия – это Сакарцюло и карцюля. Что вы знаете? Гамарджома Сакарцюло. Ну, во-первых, я хочу всех вас приветствовать и поприветствовать моих соотечественников, которых, к сожалению, по количеству мало, но их много. Вот, и здесь вот руководительница нашей культурно-просветительского центра Эмирети Папанина Эмлидзе. Мне очень приятно, что сегодня она здесь присутствует. Ну, конечно, я хочу поблагодарить в первую очередь руководство области, господина Пратюка Василия Васильевича, с помощью и города Хмельницк. Конечно, мы сейчас поменялись ролями вашим мерам, он поехал в Грузию, чтобы вы не только, чтобы он почувствовал грустью там, поэтому я приехал к вам, чтобы вы здесь не остались сиротами. Вот он подписал, Рустай, вы знаете, большой промышленный город, рядом 30 километров от Тбилиси, и сейчас он находится в Батуми, я надеюсь, Батуми – это мой родной город, то есть мы вырвались уже на Черное море, вот, так что мы, да, я думаю, что из Батуми подпишут еще соглашение о побратимских отношениях, естественно, если города подписывают такие соглашения, мы должны думать, скажем, между Аджарией, как между Аджарией и Хмельницкой областью, и Руставию тоже, Каркинский район тоже, надо с ними тоже между областями подписать. Я думаю, это будет хорошая идея, поработаем, и от нас все зависит, как мы это ускорим. Вот, ну, что касается самой выставки, конечно, здесь, в этом музее не такой большой процесс, поэтому чуточку меньшее количество, то, что у нас было в Полтавии, здесь меньшее количество фотографий, вот, но вы там почувствуете, что-то почувствуете насчет Грузии, вот, и Кутаиси, и Дбилиси, вообще Грузия уникальная, очень красивая страна, не потому что я представляю Грузию тоже хвалить свою страну, нет, она правда уникальная, вы знаете, что у нас Грузия одна из древнейших, 30 веков Грузии существует, как исторически, вот, и Грузия древнейшая, христианская страна, в 4 веке, она, вот, и у нас грузинский язык, алфавит, входит, в мире существует 14 алфавитов, вот, среди 14 алфавитов находится и грузинский. Так что, вот, вот такая история у Грузии, вы не представляете, какая красная, я сам первым, я, конечно, дипломат и профессиональное образование получил, но до этого я был и биологом, и я объездил всю Грузию, и, а потом мне так пришло, что я был и послом Китая, и послом Болгарии, и первым заместителем министра Индократии, министром был я очень, объездил весь мир, но я вам скажу, что вы не представляете, что на таком клочке земли, как Грузия, 69 тысяч квадратных километров, и насилие, кстати, 3 миллиона 730 тысяч, это последняя перепись нам сказала, то есть на вот этом клочке земли находится все, что вы можете представить при Родине, начиная с моря, гор, пустыни, субтропиков, где-то мандарины, цитрусы, и виноград, и вино, вы знаете, это, вообще Грузия, это Родина вина, вот в Лондоне, Винополис, музей, и там прямо написано, Грузия, это Родина вина, вина, мы, конечно, хвалимся об этом этим, потому что 550 сортов грузинского вина существует в природе, и, конечно, это большая традиция, вот и институт Тамады, вы знаете этот институт, и сейчас вот последнее время в Украине, каждый месяц открывается новый ресторан в Киеве, я даже не успеваю побывать на открытии, вот, и мне это приятно, это говорит о чем, знаете, не потому, что, конечно, кухня, она вкусная, но украинцы, вот это, во-первых, и украинцы почувствуют, особенно при этих вызовах, вот то, что сейчас произошло у вас, а у нас это почти 20 лет, с 92-го года в Абхазии уже на сети, вот, и мы, конечно, солидарны с Украиной, конечно, понимаете, друзья, это не только вообще в радости, а друзья ощущаются, когда трудно своему другу, твоим близким людям, поэтому вот эта близость, вот эта солидарность чувствуют украинцы, и, кстати, я вам скажу, что вот у нас каждый год увеличивается количество туристов, вот последние два года у нас 142 тысячи туристов, украина, украинских туристов в Грузию, и по этому показателю, значит, Украина у нас находится на пятом месте, то есть первые четыре страны, это непосредственные наши соседи, с кем мы и мы, у нас четыре государства, с кем мы и мы, сухопутную границу, это Россия, это первая Турция, конечно, Армения, Азербайджан и Россия, четвертое, и пятое место Украины, которые, конечно, морские державы, это морские соседи, но сухопутную границу, несмотря на это, 140-2 тысячи украинских туристов посетили последние два года. Конечно, нам позволяет то, что у нас очень хорошая дестинация, у нас очень много авиарейсов, я сейчас вас подготавливаю к приезду в Грузию, понимаете, потихонечку, да, с фотографиями, рассказываю, да, вот, значит, у нас, представьте, у нас летают сейчас, значит, Мау, начнем с Мау, Мау летает, мы из Борисполя, Мау летает из Харькова, вот, два рейса они были, летом еще они прибавят, Ян Эйр летает, из Жуляны, Ян Эйр летает еще, из Одессы будет сейчас летать, он летал, и сейчас опять сезон начался, в Днепрове начинает, из Днепропетровска, из Одессы летать, и фактически бывают иногда дни, когда почти каждый второй день, когда два-три рейса, как минимум, летают на Грузию, в том числе, вот это очень важно, что вот малышенькая страна, и во все три аэропорта прилетают самолеты, из Украины, это и Тбилиси, и Кутаиси, и Батуми, поэтому лето приходит, кстати, Грузия привлекательна не только, как летом, и горем, и горами, а она привлекательна и зимним туризмом, вот в этом году, за два месяца только у нас посетило 17 тысяч, январь февраля, это последние данные, 17 тысяч украинских туристов, почему они горнолыжными, у нас есть очень хорошие, современные, абсолютно, уже мы можем конкурировать, сейчас не в первую очередь, ну и близко уже подошли к швейцарским, французским курортам, горным курортам, вот такие, как Удаури, Бакурьяни, Вестия, в Сваните, антическое место и природа, и Ваджаре, горное Ваджаре. Так что, вот туристы, плюс Украина для нас является, кроме того, что это дружественная страна, она для нас является важнейшим торгово-экономическим партнером. Украина по торговле для нас, она является по товарообороту на пятом месте для Грузии. И у нас в прошлом году, несмотря на сокращение, не только с Грузией, но и со многими странами за ситуацией у вас, несмотря на это, мы все равно сохранили торговый оборот, очень серьезно, 515 миллионов американских долларов составил наш товарооборот в прошлом году, из них 455 миллионов американских долларов ваши экспорты в нашу страну. Так что, плюс паром работает очень, почти два дня, значит, паромы приходят, наши парты, это Ильичорско-Адейско-Платуми-Поти, это большие железнодорожные морские паромы, на которые входят 107 вагонов. Вот представьте, вот эти маршруты регулярно работают. Так что, приезжайте в Грузию, грузины вас любят, и, конечно, вы знаете, что у нас очень хорошо поют, танцуют, я знаю, что с Ухищевелик вам приезжает иногда, да, прекрасно. Каждый год. Ну, вот видите, значит, полюбили ваш город. Вот, и танцы, песня, вино, кстати, мы вас приглашаем сейчас на грузинское вино, вот прекрасное грузинское вино, мы вам привезли из Киева, но у нас виноградников в Киеве нет, это из Грузии, так что мы, вот, и хачапури, вот, с помощью эмеретии, значит, они вам сегодня, вас пригласим на хачапури тоже.